Всем моим зрителям огромнейший привет! В этом видео я хочу вместе с вами привести себя в порядок и протестировать новую косметику. У меня будет вперемешку что-то очень дорогое, что-то дешевое. По средним ценам большинство продуктов я буду пробовать впервые и параллельно рассказывать, как мне это все нравится или не очень в процессе применения, какие нюансы возникают, к чему бы я придралась и от чего в бурнейшем восторге. Давайте, девочки, расслабляемся. Если вы в данный момент выглядите не очень, как я в следующем кадре, то скорее берите свою косметичку и давайте приводить себя в порядок вместе. Итак, давайте приступим. Я пока выбрала ракурс, уже себе расшатала гульку, шатала стул. В общем, если я вдруг выпаду из кадра, то, знаете, я внизу. Значит, что касается тональной основы, я, наверное, возьму вот эту от Catrice. Made to Stay Makeup называется. Меня очень порадовало, что посылка от Catrice, вы ее еще не видели, и Essence, она очень прям вся собрана в моем духе. Знаете, там все цвета подобраны, которые я люблю. Может, это чистое совпадение, но все равно приятно тешить себе мысль, что пиар-команда Essence Catrice тебе подумала. Надо начать, наверное, с маскировки недостатков. Я уже говорила, что, кстати, у нас там строительный материал. Видите, банка краски. Я буду в первый раз пользоваться палеткой консилеров. Здесь, видите, несколько оттенков классических, и по идее каждый призван нивелировать какие-то недостатки. Да, я не профессиональный визажист, и мне интересно пробовать косметику с точки зрения человека с не всегда прямыми руками. Это тоже классно, как вот я такой среднестатистический любитель косметики справлюсь с тем, чтобы испытать новинки и добиться в итоге результата, который меня самой будет радовать. Вы не поверите, так как до этого у меня никогда не было кремовых консилеров в палетке, только со своими собственными спонжиками у меня не было необходимости в синтетических кисточках. Я их все уже отобрала в утиль. То есть вот тут вот у нас пакетик такой, где Сереги на кисти он уже им красил стены. Вот это, допустим, потому что у меня есть получше аналог. Вот это, видите, со следами краски. Возьму отсюда какой-нибудь, реабилитирую экземпляр. Вот, абсолютно чистенько. У меня из несовершенств выражены сосудистые звездочки вокруг носа, поэтому я попробую взять вот этот зеленый оттенок. Посмотрим, насколько реально он их нивелирует. Сейчас, скорее всего, будет виден зеленушный тон. Но смысл в том, что когда я нанесу... Вау! Да, это же все меняет. Когда я нанесу тональную основу, да, это все должно скрыться. Если вы плохо растушевываете, то лучше ходить даже с какой-нибудь сосудистой звездочкой, чем с зеленым пятном. А то сойдете, знаете, за преемника Навального. Опля! Я реально помогу. Даже пипка носа смотрится на фоне этого безобразия довольно красной, как морковка у снеговика. Я заметила, и только ты про себя что-то скажешь. Вот, знаете, типа, а, я буду скромной и пошучу над собой. Все 50 следующих видео зрители будут шутить над тобой. Это 10 раз пожалеешь, что как-то себя вызвала. Теперь возьмем стойку основы от Catrice. Если честно, я обожаю стойки основы, потому что у меня все равно кожа склонная к жирности. Все остальное, это пустая трата денег для меня. Очень неприятно выйти на улицу при полном макияже, быть в себе уверенной и через 2 часа понять, что зря. Потому что в зеркало на тебя смотрит какая-то странная женщина с потеками крема, тоналки. По консистенции она средняя. Возьму Beauty Blender. Если честно, классический метод добивания для меня работает не очень. И мне нравится больше приглаживать. К тому же шелушение так лучше приглаживается. Сейчас выглядит все это очень даже достойно на лице. Видна разница незамаскированной части. И вот это цвет очень крутой, нежелтушный. Очень приближен реально к нейтральному такому цвету кожи. Нормальной такой девушке, без гиперколористических отклонений лица. 10 нюд беж. По поводу шелушений, да, все-таки чуть-чуть. На лбу они подчеркнулись. Добавка. Видели, я выдавила вначале целых 2 помпы. В общем, Beauty Blender это самый ненасытный член нашей семьи. Он даже меня переплюнул. Алло. Так, что я скажу по поводу слик? Да. Вот честно. Вначале очень неплохо замаскировалась. Но теперь Beauty Blender, в общем, этот консилер куда-то сдвинул. Вот с этой стороны 100%. Теперь я буду наносить румяна. Это у меня от Benefit. Галифорния. Галифорния, когда я произношу это название, мне ощущение, что я типа средний между Галлией и Легафренией. Оттенок вообще бомбезно потрясающий. Кораллово, золотой. Ну, что-то нереальное. Причем, насколько он яркий. Ну, такой нежно-яркий в коробочке. Настолько он нежнячий на щечках. Слушайте, он прям вообще ложится, как, не знаю, румянец новорожденного ребеночка. Сейчас я нанесла на яблочки. И смотрится, мне кажется, это все просто как-то невероятно мило. Я хочу нанести пудру. В том числе не только для продления макияжа, но и потому что на пудру проще гораздо наносится бронзер. Пудра у меня от MAC Studio Fix. Очень классная. Бронзер. По-хорошему должен быть скульптор. Вот, я очень хочу себе найти классный скульптор. Пока у меня есть только от KM Cosmetics. Косметикс рассыпчатый. И он классный, очень красивый. У него сероватый цвет. Очень мне нравится. Но, чтобы его открыть, это все вот рассыпать. Мне вот проще компактный какой-то вариант. Кстати, если вы любитель красивых пигментов, то обязательно посмотрите видео моего Get Ready With Me, где я показывала сводчики очень классных новинок от KM Cosmetics. И там были очень красивые доохромные, или с тремя какими-то отливами рассыпчатый пигмент. Они, во-первых, бюджетные по сравнению с теми же пигментами N-GOT, но по цветовой палитре вообще не уступают. Обязательно делаю тени на носу. Обязательно берите кисточки потоньше, потому что я каждый раз думаю, все, я набила руку, я богиня макияжа. В итоге вот такой кистью даже, когда пытаюсь контурировать нос, у меня получается темный оттенок просто везде. Так, чтобы промахнуться, вам пришлось очень круто разогнаться с амплитудой. Ура, готово, теперь я попробую подчеркнуть брови. Карандашик у меня от Catrice, честно говоря, светлый, водостойкий, в оттенке, в десятом лайк. Что для меня он, конечно, светловатный. Я вам скажу, что несмотря на это, все равно брови смотрятся с ним более интенсивно, потому что он заполняет, как ни крути, между волосками пространство, и они становятся такие более выраженные, четкие. По нанесению здесь очень тонкий грифель. Я первый раз вижу, вот настолько тонкий, и у меня даже, знаете, ощущение, что это больной вариант нормального карандаша. Чахлый-чахлый, но несмотря на это он очень твердый. То есть классно подобран баланс между тонкостью и его упругостью. В общем, он у вас никак не катается по коже, не обламывается. Это огромный плюс. И из-за того, что он какой-то ювелирно тоненький, получается очень-очень точечно с ним работать. Прям, знаете, какие-то наномиллиметры прорисовывать буквально. Так, вот сравните вот этот бровь. Господи! И вот этот. Видите, что здесь, несмотря на то, что карандаш вообще для блондинок, он реально светлый. Но смотрится совсем по-другому. И здесь еще, знаете, довольно большое содержание воска. Поэтому, в общем, брови еще более толстые такие становятся. И ощущение густоты не только за счет цвета, но и за счет текстуры. Так, теперь гвоздь программы от Benefit. Это эпатажные тени с круглым спонжем, которые предполагают нанесение двух оттенков одним движением. Посмотрим, насколько это реально носимбольно. Делаем вот так. Нанесла я два оттенка. И наносим. Я что-то вообще не наблюдаю на глазах градиент оттенка. Плюс из-за того, что спонж очень габаритный, легко испачкать вот так вот внутреннее оттенок глаза. Ну, соответственно, поставить себе на переносицу какое-нибудь темноватое пятно. А внутренний уголок обычно высветляет. Тени сами очень шелковистые и не слишком темные на самом деле. Поэтому, в принципе, вот два движения рукой и нивелируется. Ну, и видите, оттенок такой. Я специально выбрала, потому что бронзовые цвета классно подчеркивают синие, серые глаза. Ну, если честно, я вообще не вижу разницу цветов. Ну, вообще, если, конечно, наверное, наносить на каком-нибудь плоскую поверхность, типа руки, где вот этот спонж прям четко линию ведет и есть видное разделение туда. Но на глазах здесь рельеф. В итоге вы наносите, оно как-то вот так вот раз. И оттенки, в принципе, смешиваются. Просто вот беру в перемешку два цвета. И результат получается абсолютно идентичный, что и здесь. Этот цвет, он такой средней интенсивности. Он не конфликтует с цветом кожи, не делает ее грязной. Вот я замечала, если слишком темные бронзовые цвета, медные такие, они могут вот вытягивать из кожи желтушность. И вы такая вся, знаете, как немытая вся такая чумазенькая малость. Так, в уголок что я хочу? Пробую вот этот вот темно-синий цвет от Nubo. Опасный маневр. Я вообще понятия не имею, как он ложится, если честно. Но так как у нас все-таки эксперимент, попробую нанести чуть-чуть в уголок глаза. Значит, немного он насыпается. Вот я только начала, уже здесь что-то есть. Поэтому, конечно, такие вот повороты надо продумывать заранее. И если будут участвовать довольно сыпучие темные оттенки, лучше основу наносить в конце. И я попробую этим же синим цветом сделать, ну, маленькую такую стрелочку. Ну, вы знаете, если в таком варианте их наносить, то всей красоты не видно, если честно. То есть они, в принципе, раскроются круто только при очень плотном нанесении, типа для смоки. Видите, классные. Вот они прям доохромные такие. По поводу хайлайтера, попробую я взять вот здесь вот рядом с синим. В этой же палетке есть такой золотисто-сливочный. Он мне очень напоминает Mary Lou от The Balm. И нанесу сверху. Посмотрим, как это все дело ложится. Вот этот, конечно, очень красивый. Прям, знаете, жидкое белое золото. Фурор, производящая тушь, которая называется Jaluzi от Vivienne Sabo. Но мне щеточка напомнила чем-то телескопик туши от L'Oreal. У меня всегда были с ней большие проблемы. И, в общем, по нанесению тоже все это очень похоже. Сейчас я вам покажу без цензуры крупным планом. В чем фишка? Это тушь квасит вам на ресницы очень много вещества. Посмотрите, посмотрите. В общем, все ресницы срочно, обморочно начинают слипаться и кучковаться в 2, 3, 4. В общем, считайте, хватит одной руки экземпляра. Расчесать их нечем, потому что щетка лысая. Ну, как будто бы с обломанными щетинками. Но смысл в том, что именно вот такое количество густой туши в итоге дает очень-очень классных ресничек и приподнимает их у корней. Причем поднимает так, что вам их опустить потом нереально. Все это очень хорошо фиксируется. Если честно, даже чтобы смыть эту тушь, надо ресницы вымачивать. То есть я залезаю в ванну, 20 минут купаюсь, постоянно мочу лицо и через сколько-то там минут только от теплой воды они начинают размокать. Я чувствую, что сейчас у меня одна получится. Показательное выступление. Одна ресница, зато большая и длинная. И смотрит четко в потолок. Посмотрите, я скоро глаз не смогу открыть. Давайте, значит, пока попробуем второй. Кстати, здесь тоже видно, что она вам наносит килограмм туши на ресницы. И ваша задача просто все это распределить. Изгиб держит, при том, что здесь тушь нанесена в один слой. Так что в целом хороша. Помаду возьму-ка я от Sleek. Вот такую тоже новинку, как я говорила, напоминает мне стик помадки в кубике льда. Вот такой макияж у меня получился. И в таком виде я проведу остаток дня. В принципе, я результатом осталась довольна. И мне нравится, что совместила приятно с полезным. С вами пообщалась. Привела себя в порядок. Так очень надеюсь, что вы тоже за это время просмотра видео поделали какие-нибудь важные дела. Или просто отдохнули. Если да, то ничего не делайте. Всем огромное спасибо за внимание. Всех вас целую. И всем пока. Редактор субтитров А.Семкин